Дети имеют право не разбираться в таких вопросах, но взрослым часто приходится принимать ответственные решения, которые касаются здоровья их детей. Например, стоит ли делать прививку от гепатита B в первые часы жизни ребенка в роддоме? Об этом в нашей программе. Всем привет, меня зовут Тутта Ларсен. Это программа «Какие наши роды?». Сегодня хотим поднять щекотливую тему прививки. В частности, поговорите о прививке от гепатита B, которая делается в первые часы жизни новорожденных. В народе гепатит B называют болезнью проституток и наркоманов. Зачем прививать от нее малыша? Если у вас есть вопросы на тему беременности и родов, пишите нам скорее в чате прямо под этим видео. Или если вы хотите узнать что-то личное у меня, тоже смело спрашивайте. Я постараюсь ответить на все вопросы, а на некоторые записать специальные видеоответы. Высокая температура у младенца – это вирусы или лезут зубы? Мы ищем ответы в нашей программе. Подписывайтесь на наш канал прямо здесь, прямо сейчас. В одной из наших прошлых программ мы говорили о прививке БЦЖ и о том, стоит ли ее делать в роддоме. Еще одна прививка, которую младенцу в нашей стране делают в первые часы жизни – это прививка от гепатита B. Это болезнь, которая передается через кровь или половым путем. И часто возникают сомнения, для чего ребенку делать в первые часы жизни прививку от этого заболевания. Не стоит ли подождать до года-двух, а может быть вообще от этой прививки отказаться? Ведь шансов заболеть гепатитом Б у младенцев гораздо меньше, чем, например, тем же туберкулезом. Я тему прививок сама не обсуждаю и о своем личном опыте стараюсь не рассказывать публично, для того, чтобы не влиять ни на чье мнение и ни на чей выбор собственным примером. Но должна вам сказать, что именно с гепатитом Б у меня была отдельная история в роддоме, о которой я вам расскажу чуть попозже. А пока давайте пообщаемся с нашим первым экспертом, который придерживается доказательной медицины и к прививке от гепатита Б относится положительно. Это педиатр Анна Сонькина-Дормот. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Тута. Анна, вы знали против прививки от гепатита Б в первые часы жизни ребенка? Прививку от гепатита Б обоснованно делать в роддоме. Нет никаких рисков в том, чтобы ее делать именно сразу после рождения. А вот наш второй эксперт, врач-акошер-гинеколог и гомеопатия Екатерина-Большакова придерживается прямо противоположного мнения. На мой взгляд, прививка от гепатита Б относится к числу наиболее вредных. И, конечно, для здравомыслящих родителей лучше к этой прививке не прибегать, особенно в первые часы после рождения вашего малыша. Эту прививку надо делать так же, как делается масса всего при рождении ребенка, о чем вы почему-то не задумываетесь. Колются витамин К там или берутся какие-то анализы. Можно было бы уже тоже по поводу всего этого порассуждать. Есть вещи, которые надо сделать. Постарайтесь просто довериться нам. Это надо. В народе говорят, что гепатит Б – это болезнь проституток и наркоманов. Зачем прививать ребенка, который в подобной среде не вращается? Нет, гепатит Б – это не болезнь наркоманов и проституток. Не исключительно. Поскольку передается с кровью биологическими жидкостями, могут болеть не только эти люди и прививают новорожденных для того, чтобы их защитить от инфекции. Ну, как бы за этим. Она действительно угрожает детям. Дети заболевают бессимптомно. К моменту, когда становится ясно, что они больны, они уже давно заражены. Как передается гепатит Б? Гепатит Б передается через кровь и с биологическими жидкостями, не только при переливании крови или употреблении инъекционных наркотиков, но и при уколе иглой зараженной, при зубными щетками, кстати, передается, бритвами. В медицинском контексте абсолютно здоровый ребенок, которого, казалось бы, родители под стеклянным колпаком держат. К сожалению, тоже не застрахован от того, чтобы получить травму тяжелую, из-за этого попасть в медицинский контекст с необходимостью инъекций, переливания крови и так далее, что значительно повышает его риск заболеть. Мы слышали, что прививка новорожденному – это защита от мамы. Если вдруг у мамы есть этот гепатит Б, и он не выявлен, то она может заразить ребенка. Так, может быть, правильнее было бы все силы бросить на то, чтобы у мамы выявить болезнь, нежели прививать поголовно всех детей. На уровне отдельно взятой семьи нам всегда кажется, вот я, вот мой ребенок, мне проще, я лучше обследуюсь хорошенько и буду точно знать, что у меня нет гепатита Б, чем я привью своего ребенка. Когда речь идет о том, чтобы истребить гепатит Б с лица земли, как это было сделано с натуральной оспой, потому что он живет только в организме человека, мы можем попробовать его полностью истребить. Уже не так просто рассуждать. Все силы бросить на то, чтобы обследовать всех мам. Некоторых мам можем все равно упустить. А у младенцев есть риск заразиться не только от этих мам. Чем рискует мама, если откладывать прививку от гепатита Б, например, до двух лет? Рискует тем, что до двух лет ребенок не защищен от гепатита Б, а значит, у него больший риск заболеть гепатитом Б, чем если бы он был привит. Почему у нас в роддомах, именно в роддомах отговаривают от этой прививки, мне не ясно. Она безопасная. Она генноинженерная. То есть она сделана полностью искусственно. В ней нет материала от вируса совсем. Она не может повлиять на иммунитет. И даже она не может принести никакого вреда, если ребенок родился с проблемным иммунитетом. И это пока не выявлено. Какова международная практика? На каких сроках после родов делается прививка от гепатита Б в США, Европе, в Японии, например? Не скажу за все страны, но международные рекомендации и американские, и ВОЗовские, что первая доза должна вводиться сразу после рождения. Почему эту прививку лучше делать в роддоме, нежели потом, через какое-то количество времени в поликлинике? Все упирается в то, что всегда, когда прививка сделана позже, все это время ребенок не защищен. Ее можно делать сразу после рождения. Большая часть смысла делания ее после рождения именно в том, чтобы делать ее как можно раньше. И она безопасна после рождения. То есть как бы нету причины, зачем ее делать позже. Вот вопрос такой, зачем? Объясните мне. Нету доказательств того, что сделанная позже прививка приносится ребенком лучше, чем сделанная раньше. Как маме себя настроить на прививку? Решиться ее сделать? Может быть, у вас есть какой-то совет? Сделайте, и будете чувствовать себя лучше. И действительно это так. Люди делают. И вот честно вам скажу, те, которые делают прививки, хотя, конечно, это очевидная такая мысль, но они даже вот эмоционально крепче, очень много тревоги вокруг этого, постараться просто поверить, что это сейчас лучшая мера. Не сильно думать об этом. Спасибо, Анна. Так вот, моя история такова. Когда я родила одного из своих детей и встал вопрос о том, что необходимо делать прививки, врач-неонатолог-педиатр сама лично отговаривала меня от того, чтобы делать прививку именно от гепатита B. На БЦЖ она настаивала, а насчет гепатита B сказала, ну где ваш ребенок может подцепить эту болезнь? Ведь он не наркоман, ведь он не общается в той среде, где его могут заразить. Потерпите, не бейте по иммунитету ребенка прямо сейчас еще одной мощной прививкой. Ну, в общем, тема эта очень щекотливая. Видите, даже сами педиатры не всегда определяются с тем, насколько это действительно 100% необходимо прививать новорожденного в роддоме. Наш следующий эксперт, врач-акошер-гинеколог Екатерина Большакова, относится к прививкам очень осторожно. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, тут рада видеть вас. Вы за или против прививки от гепатита B в первые часы жизни ребенка? Я однозначно против прививки новорожденному в первые часы жизни гепатита B. Если разбираться с сутью самого гепатита, то становится понятно, что это заболевание, которое не свойственно новорожденным, тем более новорожденным первых часов жизни. Зачем прививать от него младенца? Очень интересный вывод по этому поводу был сделан в свое время в Соединенных Штатах, откуда, собственно говоря, и пошла такая мода на эту прививку. Когда прививка была изобретена, ее стали пытаться внедрять в соответствующие, надо сказать, социальные группы населения, подверженные риску этих заболеваний. Оказалось, что привить соответствующий контингент достаточно сложно, то есть они ускользают от прививочной темы. И тогда решили, что прививку-то куда-то девать надо, она больших денег стоит. Решили охватить тот контингент, который потенциально, ну, когда-то все могут заболеть, потенциально легко доступен прививке. И оказалось, что это новорожденные. Если у мамы есть гепатит В, ребенку он точно передается? Здесь тоже все не так однозначно, потому что по исследованиям, проведенным сторонникам, на сказать, прививок от гепатита В, выяснилось, что только у 4% детей гепатит В обнаруживается среди мам носителей HBS-антигена, да, вируса гепатита В. И еще интересный фактор, что у детей, которые рождаются с положительной реакцией на гепатит В, через полгода у большинства из них титр антител также не обнаруживается, потому что связано с попаданием из крови матери во время беременности. И как такового заражения мы видим крайне редко. Как вам кажется, может быть, правильнее все силы медиков бросить на выявление заболевания у мамы, нежели поголовно прививать всех детей? Если предположить, что у нас есть зараженный от мамы младенец, да, новорожденный, то для него как раз прививка окажется несостоятельной. И если заботиться о его здоровье, то ему нужно выводить специфические иммуноглобулиты, то есть пассивную иммунизацию проводить, ну, как бы его лечить уже от случившегося гепатита В. И проведение ему прививки никоим образом не сформирует у него иммунитет, более того, может утяжелить течение заболевания у него. Это с одной стороны. С другой стороны, на сегодняшний день у нас большинство женщин в России, по крайней мере, детально, тщательно, многократно обследовано на предмет гепатита В во время беременности. И поступающие в родильные дома женщины обследуются дополнительно еще раз всегда на этот же предмет. То есть допустить ситуации, при которых прямо вот мы не знаем об этом, ну, это какая-то крайне редкая история. Чем рискует мама, когда разрешает сделать эту прививку в роддоме? С прививкой от гепатита В связывают ряд таких заболеваний, как аутоиммунные поражения нервной системы и формирование раннего диабета у детей, у новорожденных, то есть для той категории лиц, для которой ранее формирование диабета было вообще не свойственно никоим образом. Однозначно связать те или другие осложнения с последствиями любой прививки достаточно сложно, потому что это исследования, которые дорогостоящие, которые многомасштабные, которые должны длительное время проходить, и не совсем понятно, кто будет заинтересован в финансировании такого рода исследований. Правда ли, что во многих странах мира отказались от прививок новорожденным? Вот такая жесткость, связанная с прививкой от гепатита В, она свойственна только Соединенным Штатам. Там точно так же, как и в России, делается прививка в первые 12 часов жизни и далее повторной ревакцинации в ранние месяцы жизни. В Японии вообще вся прививочная история начинается не ранее трех месяцев, и гепатит В не входит в число обязательных прививок. В Европе, в разных странах это выглядит очень по-разному. Где-то гепатит В входит в прививочный календарь, где-то он относится к необязательным прививкам и делается на усмотрение родителей, но где-то и вовсе сильно факультативным является. Есть ли какие-то исследования, которые подтверждают, что прививка от гепатита В в первые часы жизни – это вредно? Во время исследований, посвященные связи прививки от гепатита В и развития раннего диабета, проводились в Новой Зеландии. Затем к ним присоединились исследователи итальянские, ряд европейских исследователей. И по данным этих исследователей действительно есть связь между прививкой от гепатита В и формированием раннего диабета. При этом риски возрастают на 2,5 до 100 раз. Ваш совет. Что делать маме, если она решила не прививать ребенка в роддоме? Какие бумаги ей нужно подписывать и как себя вести? Да. У нас ситуация с прививками такова, что это некая социальная норма, которая каким-то образом заинтересовывает врачей в ее исполнении. Поэтому для того, чтобы прививку любую, в том числе от гепатита В в роддельном доме, вам не делали, вы должны не только написать об этом заявление, но сделать это желательно в трех экземплярах. Вложив в медицинскую карту ребенка в роддельном доме, в свою медицинскую карту и на стол главному врачу. Какое-то бдительное наблюдение за своим малышом в роддельном доме – это, в общем, зона родительской ответственности. Спасибо, Екатерина. В большинстве государств-членов ВОЗ к 2009 году вакцина от гепатита В была включена в список обязательной иммунизации детей. Как для себя этот вопрос решаете вы? Прививаете ли вы детей от гепатита В в первые часы жизни в роддоме или откладываете эту прививку на потом? А может быть, вы вообще от нее отказываетесь? Делитесь своим опытом прямо здесь, прямо сейчас, в нашем Мамс-чате. Меня зовут Тутта Ларсен. Смотрите Тутта ТВ и почаще обнимайте своих детей. Ты крепко спишь? Ну, честно говоря, я не замечаю, как засну и сплю я, как убитая. Какое счастье, скажет любая мама. Но это происходит, как правило, со взрослыми детьми. А вот грудные младенцы спят по ночам очень плохо. Почему и нормально ли это? Обсудим в нашей программе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова